Привет! Добро пожаловать на канал Пассианс Шоу. Сегодня, как видите, на моем игровом столе игра Stellarion. Это очередная игра из серии Oniverse за авторством Шэдди Торби. И значит, нас ожидают безумные иллюстрации, классический Пассианс. Это очередная игрушка теперь уже от издательства Inpatience. Это издательство создал сам Шэдди Торби, насколько я знаю. Ранее серия этих игр издавала компания Z-Man Games. Вот теперь он решил все свои игры издавать сам. И этой игре предшествовали игры Onirim, Silvion, Castellion, Nautilion, Aerion и вот теперь еще есть Stellarion. Мы с вами в таком фантастическом сказочном мире Oniverse, где все живет по своим законам, по своим правилам. И мы с вами спасали лес в игре Silvion, в игре Onirim мы спасали самих себя от страшных снов, в игре Castellion мы с вами строили замки, в Nautilion мы спускались в глубины моря, Aerion мы поднимались в небеса. Сейчас мы обратим с вами наши взоры в космос. Мы с вами будем работать в космической обсерватории и запускать в галактике ракеты. Давайте посмотрим, что находится внутри коробки. А там у нас все, как всегда, очень красиво. Здесь, слава богу, Шэдди Торби не стал никакие правила нарушать. Очень оригинальная коробка. Внутри правила. Как всегда, игра от Шэдди Торби это базовая игра и несколько дополнений, которые сразу же включены в эту коробку. Вот, например, здесь уже есть игровое поле. В одном из дополнений будет использоваться. Ну, а в основном это, как всегда, карточная игра. Давайте я вам покажу сначала, как работают базовые правила, а затем уже перейдем с вами к дополнениям. Я думаю, что я вам сегодня расскажу, как работают все дополнения, потому что их здесь немного. Всего четыре. Для основной игры нам понадобятся вот эти карты. Вот эти карты — это наши цели. это четыре галактики, куда мы с вами должны слетать. Они обозначены буквами греческого алфавита. Это у нас, соответственно, альфа, бета, гамма и дельта. Вот они по парам. Мы их вот так по парам и раскладываем. В каждую галактику мы должны с вами слетать два раза. Поэтому здесь две карты. Каждый раз, когда мы туда отправляемся, мы одну карту убираем или переворачиваем, чтобы обозначить, что мы туда отправились. Для того, чтобы отправиться в галактику, нам нужно раздобыть четыре вещи. Вот на этих картах, на рубашках, эти вещи у нас обозначены. Это ракеты, туманности, звезды и планеты. В правилах написано, что мы с вами работаем в обсерватории. Вот мы как бы в этой обсерватории исследуем туманности, звезды, планеты и еще помогаем создавать ракеты для того, чтобы в эти галактики отправляться. И вот эти колоды, это уже колоды самих галактик. Соответственно, галактика альфа, бета, дельта и гамма. Что находится внутри этих стопок? Внутри этих стопок находятся карты. В колоде галактики альфа есть две карты с ракетами, две карты со звездами, две карты с планетами и две карты с туманностями. То же самое находится в галактике бета. Тоже своего цвета, да, вот тут обозначена галактика, да, и тоже две ракеты, две звезды, две планеты и две туманности. То же самое здесь, да, своего цвета, то же самое здесь. Что находится в этих стопках? Здесь находятся только ракеты, по две ракеты на каждую галактику. То есть, две галактики бета, две ракеты галактики бета, две ракеты галактик альфа и так далее. Здесь, соответственно, то же самое, только здесь только туманности, здесь только звезды и здесь только планеты. То есть, всего у нас на игровом столе по 4 копии каждой карты. То есть, 4 планеты альфа, 2 находятся здесь и 2 находятся здесь. Четыре планеты бета, две находятся здесь и две находятся здесь. Я думаю, вы поняли. Теперь каждую стопку мы должны перемешать и открыть верхнюю колоду, верхнюю карту. Эти карты будут нам доступны. Для того, чтобы выиграть в эту игру, вам нужно отправиться во все вот эти восемь путешествий. То есть два раза слетать в одну галактику, два раза в другую, в третью и четвертую. Для того, чтобы отправиться в какую-то галактику, вам нужно сделать так, чтобы у вас на игровом столе были открыты все четыре типа карты. То есть, если вы хотите отправиться в галактику Альфа, вам нужно, чтобы у вас была открыта Альфа, вот здесь у нас Туманность. Плюс к этому нам еще где-то должна быть открыта, например, Ракета, Звезда и Планета. И тогда мы можем совершить действие полета, мы все эти карты отправляем в сброс и переворачиваем одну карту галактики соответствующего типа или цвета. Проиграете вы в том случае, если в свой очередной ход вы не сможете совершить одно из двух вариантов действия. Это вот либо отправиться в путешествие, либо есть другой тип действия, называется скоординироваться, ну или там узнать координаты. И работает это следующим образом. Мы можем сбросить, отправить сброс две карты одинакового типа. Например, вот тут две Туманности можем отправить. Ну, на самом деле, на моем игровом столе только две Туманности и можно отправить. К сожалению, не самый удачный вариант. Ну, например, было бы две Ракеты, я бы мог бы две Ракеты отправить в сброс. И тогда каждая пара имеет свое собственное действие. Все эти действия обозначены вот здесь, на обратной стороне правил. Например, если вы отправляете в сброс две Ракеты, вы можете поискать в любой из этих колод определенную карту и положить ее наверх. Ну, то есть, по сути дела, вы подготавливаете себе нужную карту. Если вы сбрасываете Туманность, то вы можете взять одну карту из сброса и вернуть ее обратно, замешать ее обратно в соответствующую колоду. Тут у каждой колоды будет свой сброс. Если вы сбрасываете две Звезды, то вы перемешиваете любую колоду и открываете две карты. Одну из этих карт кладете наверх, другую вниз. И так вы делаете два раза. Тоже позволяет вам поискать нужную карту. И если вы сбрасываете две планеты, вы можете отправить одну карту в Аутпост. То есть, в некий запас. И из этого запаса вы можете тоже брать карты для того, чтобы отправляться в путешествие, совершать еще одно действие координации и так далее. Мало того, например, если вы сбрасываете Туманность такую и Туманность такую, то вы одну карту из сброса отправляете обратно в колоду. Но если вы совершаете такое действие с идентичными картами, то есть картами из одной галактики, одинакового цвета, грубо говоря, то вы совершаете, по сути дела, это действие дважды. То есть, в случае с Ракетами вы ищете уже две карты в колодах. В случае с Туманностями вы из сброса две карты достаете. В случае со Звездами вы аж на четыре раза перемешиваете колоды для того, чтобы там нужные карты себе подогнать. И в случае с Планетами вы до двух карт можете отправить в резерв. Единственный нюанс в том, что это единственная подсказка других подсказок в игре, как работают эти пары, нет. Это можно считать таким недостатком в игре, но плюс-минус быстро привыкаете, как это все работает. Давайте я уже начну играть, покажу вам на примере, как все это происходит. Итак, вот наш штатовый расклад. Расклад не самый удачный. У нас, в принципе, вот есть три фиолетовые карты, то есть карты из галактики бета, но две из них одинаковые. И вот эти вот Туманности, да, они работают на то, что они позволяют вам вернуть обратно карты из сброса, а сброса у нас нет. Но у нас, к сожалению, нет других вариантов. Мы вынуждены сбросить, совершить вот это действие, несмотря на то, что сброса нет. Мы сбросим и обратно карты замешаем. Я, наверное, вот что сделаю. Я сброшу вот эти две Туманности для того, чтобы... Вернее, даже, наверное, не так. Я сброшу вот эту Туманность и, скажем, вот эту. Ну, вот эту, да. Для того, чтобы вот этот сброс замешать обратно. Да, я до двух карт могу... Вернее, да, одну карту могу обратно замешать. Я ее замешаю обратно же, эту же карту, в надежде, что, поскольку это карты галактики бета, я надеюсь, что там будет либо звезда, либо планета сейчас сверху. Потому что, когда вы совершаете действие какое-то, те стопки, которые у вас сейчас нет, открытых карт, вы на них карты открываете. Ну, мне не повезло, к сожалению. У меня вот тут две ракеты появилось, которые мне, собственно говоря, не нужны. Зато появилось две звезды одного цвета, а звезды позволяют нам до четырех карт перемешать до четырех раз. Выбрать какую-то колоду, перемешать ее и две карты положить одну наверх, одну вниз. Что мы, наверное, и сделаем, да. То есть мы сбрасываем звезду здесь, звезду здесь. Теперь мы перемешаем. Так, нам не хватает звезды и планеты. Мы перемешаем, наверное, сейчас все-таки вот эту колоду, в надежде, что там нам попадется звезда или планета. Две карты открываем. Одну карту кладем вниз, другую наверх. И планета у нас есть. Второй раз мы уже мешать ее не будем, нам смысла в этом нет. И теперь мы, наверное, вот эту колоду перемешаем. Да, мы можем это сделать два раза, поскольку мы звезды одного цвета сбросили. Перемешаем первый раз. И нам попалась нужная звезда. Есть. Все, второй раз тоже мешать не будем. Здесь у нас колода без открытой карты, мы ее открываем. И теперь, когда снова наступает наш ход, мы можем совершить действие путешествия. Мы сбрасываем ракету, туманность, звезду и планету фиолетового цвета из галактики B. И мы в галактику B слетали. Все, есть у нас одно совершенное путешествие. Продолжаем играть. Открываем дальше. Здесь у нас ракета. Так, еще одна туманность, звезда. И еще одна звезда. Он очень удачно все складывается. Такое бывает частенько в этой игре. Смотрите, у нас одного цвета. Все необходимые карты уже есть. И мы можем совершить очередное действие путешествия. Это ракета, звезда, планета и туманность. И мы с вами пропутешествовали в галактику Дельта. Все отлично. Открываем дальше. Так, здесь у нас уже открыто. Так, ну смотрите, у нас для галактики Гамма. Все складывается более-менее удачно. Нам не хватает только планеты, да? У нас есть, если что, две ракеты, которые позволяют нам, по сути дела, прям необходимую планету открыть. И мы, наверное, так и сделаем. То есть мы сбрасываем одну ракету здесь и одну ракету здесь. И это позволяет нам в одной из колод поискать необходимую нам карту, положить ее наверх, и все остальные карты замешать обратно. И так мы и делаем. Мы перемешиваем вот эту... А, не перемешиваем, мы прямо отыскиваем необходимую карту. Кладем ее наверх. Остальные карты мы перемешиваем и подготавливаемся к следующему ходу. Переворачиваем карты. И все готово к путешествию. До очередного. Мы открываем. Туманность сбрасываем. Звезду. Ракету. И планету. И путешествуем в Гамму. Отлично. Подготавливаемся дальше. Так. Ну что, черная, да? Черная галактика. Альфа. Ну, тут пока еще надо подготовиться. Давайте я вам покажу, как работают вот эти вот карты. Да, смотрите, у нас есть две планеты одного цвета. Единственное... Единственное, получается, что... Здесь можно отслеживать, да, количество карт. Смотрите, одну планету отсюда я уже сбросил. Если я сброшу еще вот эти две планеты, отправлю в сброс, то получится, что у меня три планеты уже будут сбросить. Останется только одна. Единственное, у меня есть надежда, что... У меня всего одна поездка в эту галактику осталась. Может быть, у меня и получится. Давайте попробуем. Давайте сбросим... Хотя мне в этом особого смысла нет. Особого смысла нет. У меня вот здесь две планеты. Да. Давайте я все-таки, наверное, вот что сделаю. Я сброшу одну планету вот отсюда и отсюда. Да, и совершу вот такое действие. Действие следующее. Вы можете отправить одну карту из обсерватории, вот эта обсерватория называется, в аутпост. То есть в какой-то резерв. И я отправляю в резерв вот эту карту в надежде, что тут сейчас мне откроется какая-то другая. Потому что это галактика Альфа. Там все карты для нужной мне галактики есть. Все, здесь у меня будет резерв, аутпост. Открываем следующую карту. К сожалению, здесь еще одна туманность. Не повезло. Такое тоже, к сожалению, бывает. Так, продолжаем. Продолжаем поиски нужных нам карт. Здесь у нас две звезды. Звезды, как мы помним, позволяют нам перемешивать карты. Что, наверное, мы сейчас и провернем. Итак, мы сбрасываем вот эту звезду. И я, наверное, сброшу еще вот эту звезду. Для того, чтобы перемешать вот эту колоду, чтобы мне там досталась планета. Я могу сделать это два раза. Несмотря на то, что карты разные. То есть, если вы одинаковые карты сбрасываете звезд, то вы четыре раза можете перемешать. В двух там, или даже, по-моему, в четырех разных колодах. Есть черная планета. Отлично. Одну мы кладем наверх, другую вниз. Одного раза было достаточно. Переворачиваем обратно. И все сложилось так, как я и рассчитывал. Поскольку я отсюда карту сбросил, у меня сверху оказалась черная звезда. Итак, совершаем путешествие. По поводу резерва я, главное, важную вещь не сказал. В резерв вы можете отправлять только карты одной и той же галактики. То есть, если вы черные карты туда начали отправлять, то вы не можете туда же, в резерв, отправить карты другого цвета. Вот. Это важно, я забыл. Значит, туманность мы сбрасываем. Она сбрасывается в свою стопку. Вот эта стопка отсюда. Здесь показано, из какой стопки эта карта. Туманность, ракета, звезда и планета. И мы пропутешествовали в галактику Альфа. Очередность путешествий не имеет значения. Можете в любом порядке путешествовать. Давайте дальше играть. Так, ну что ж. Куда? О, смотрите. Снова нас приглашают в галактику Альфа. Планета есть, звезда есть, туманность есть. Ракета. Нужна ракета. Как нам раздобыть ракету? Чтобы раздобыть ракету, мы можем сыграть, например, вот эти карты. Сбросить одну туманность и еще одну туманность здесь. Для того, чтобы замешать обратно в колоду до двух карт. Я знаю, что здесь одна черная карта есть, да, потому что сбросил я только одна. Я, наверное, возьму эту черную карту, одну отсюда, и замешаю ее обратно в колоду. То есть мои шансы здесь будут два против трех, что нужная карта мне попадется сейчас. И мне не повезло. Попалась оранжевая ракета. Значит, каким-то другим образом можно будет поискать нужную нам карту. Что еще можно сделать? Так, ну тут две звезды есть, да, звезды тоже. Мы знаем, как звезды работают. Можно все это поперемешивать. Или, как вариант, сбросить две туманности. Но если я сброшу обе туманности черные, то вероятность, что мне попадется еще одна туманность маленькая. Поэтому я, наверное... А, две ракеты есть, кстати, тоже вариант. Но единственное получится, опять же, у меня раз ракета, два, три. Три ракеты будут сброшены одного цвета. Рискованно это все, но попробуем. Попробуем. Давайте я, наверное, так и сделаю, чтобы уже долго не тянуть и не рассчитывать на удачу. Сброшу я ракету отсюда. И ракету отсюда. Ракета позволяет мне просто поискать нужную карту и положить ее наверх. И мне нужна черная ракета. Вот она. Остальные карты я перемешиваю. Еще один недостаток в этой игре, что вам здесь частенько приходится перемешивать. И зачастую перемешивать очень маленькие колодки. Иногда прям две карты перемешивать приходится. Так. Все, мы готовы к следующему путешествию. Потому что мы сбрасываем ракету, галактику, звезду и планету. И путешествуем в нашу галактику Альфа. Так. Открываем дальше. Смотрите, здесь его одна карта осталась. Это, конечно, не очень хорошо. Надо с этим что-то делать. И желательно, конечно, замешать сюда обратно нужные нам карты. Мы можем это сделать с помощью его. Надо подумать. Надо подумать. Нам нужна сюда... Ну да, давайте, наверное, две галактики я сбрашиваю. Отсюда галактику... Не галактику, нет, туманность. Я их галактиками называю, потому что они так выглядят, как галактики. Туманность отсюда и отсюда. И я могу замешать две карты из сброса обратно сюда. Вот я сюда... Мне надо звезды сюда замешать. Здесь есть оранжевая звезда. Мне бы сюда надо добавить одну вот такую. И одну еще вот такую. Чтобы звезды всех типов здесь были. Все. Перемешиваю. Выкладываю. Что у нас получается? У нас получается, что у нас есть ракета туманность и звезда из галактики Гамма. Нам не хватает только планеты. Чтобы раздобыть планету, мы можем сбросить... Только что эту звезду замешал сюда. Так, наверное, я вот эту звезду сброшу. И, наверное, еще вот эту звезду сброшу. Для того, чтобы перемешать эту колоду. И два раза я могу это сделать. Одну карту наверх, одну карту вниз. Так, мне нужна вот эта. Поэтому все нормально. Все сработало. Путешествуем. Путешествуем. Сейчас, подождите. Подготовимся. Подготовимся. Путешествуем. Ракета. Туманность. Звезда. И планета. Есть еще одно путешествие. Осталось две галактики. Где мы еще не были во второй раз. Так, что же мы сделаем? Давайте мы, наверное, отправим в резерв какую-нибудь карту. Потому что у нас есть... Нам сейчас нужно использовать черные карты и фиолетовые карты из галактик. Вот альфа и бета. Потому что... Вернее, нет. Черные и вот эти вот голубоватые. Потому что туда нам уже лететь не надо. И вот мы используем одну планету отсюда и одну планету отсюда. Для того, чтобы отправить какую-то карту в резерв. Давайте сосредоточимся сейчас на галактике оранжевой. На галактике дельта. У нас мы можем... Вот здесь у нас... Давайте посмотрим, что у нас в этой колоде осталось. Мы же можем все отследить. Вам, к сожалению, здесь из-за освещения плохо видно. Вот так лучше. Здесь у нас звезда. А здесь у нас две туманности. Тоже звезда, планета и ракета. То есть звезда, планета и ракета здесь находятся. То есть это все, что нам нужно. Вот эту звезду мы отправим сейчас в резерв. И тогда нам обязательно откроется что-то нужное. Так. Планета еще одна. И здесь туманность. И здесь планета. То есть нам нужна что? Нам нужна ракета. Ракеты здесь, к сожалению, нет. Это плохо для нас. Потому что ракета, получается, там находится. Так. Чтобы раздобыть ракету сюда, мы можем воспользоваться галактиками. Да, как вариант. Если я, правда, сейчас эту галактику сброшу отсюда, ее не останется вообще ни одной. Потому что обе галактики здесь сброшены. И обе галактики будут здесь сброшены. Ни одной галактики для вот этой поездки не останется. Так себе вариант. Что мы можем сделать? Мы можем отправить вот эту планету, кстати, вот с этой планетой снова. И в резерв отправить еще планету. Потому что тогда все будет хорошо, я думаю. Да. Планеты мы еще раздобудем. Планета здесь еще одна такого цвета есть. Хорошо. То есть мы используем планету. И еще одну планету здесь. Для того, чтобы в резерв отправить вот эту карту. И теперь мы открываем оставшиеся. И теперь у нас есть все, что нужно. У нас есть ракета, планета, звезда и туманность. Мало того, они у нас еще и здесь есть. Поэтому мы, наверное, их используем все-таки. Да. Мы отправляем планету, звезду, туманность и ракету. И отправляемся в предпоследнее путешествие. Все. Нам осталась только вот галактика бета. Если колода опустела, ничего не происходит. Она остается пустой. Но мы туда можем как бы замешать обратно. То есть мы можем взять отсюда карты, если нам позволит сделать сейчас эта игра. А нам, скорее всего, нет. Ну, в принципе, нам эта колода не нужна. Нам сейчас только одна, кстати, фиолетовая карта осталась. Не очень хорошо. Но давайте подумаем. Звезда у нас здесь есть. Это хорошо. Мы ее отсюда раздобудем сейчас. Может быть, с помощью вот этих ракет. И, кстати, у нас ракеты одного цвета. Это очень хорошо. Это прямо замечательно. Давайте мы их используем. Мы используем ракету раз, ракету два. А они одного цвета. Поэтому мы можем из двух разных колод нужные нам карты положить наверх. Но здесь одна единственная карта осталась. Поэтому нам здесь не стоит ничего искать. Нам нужно поискать здесь планету. Мы знаем, что она здесь есть. Звезда тоже здесь есть. Ну, то есть мы можем планету и звезду положить. Да, вот так вот сделать. Почему бы нет? Давайте так и сделаем. То есть мы, по сути дела, переворачиваем ее. Планета. Здесь звезда наверху. Все остальные мы тут перемешиваем. Так. Переворачиваем обратно. Вот эти. Что у нас получается? А что-то не очень-то получается пока. Хотя нет. Нормально. Нам не хватает ракеты. Ракеты здесь нет. Ракета есть здесь. Там, правда, еще одна карта есть. Это может мне помешать. Вот что я сделаю. Я возьму галактику здесь. В смысле, туманность здесь. И туманность здесь для того, чтобы замешать карту обратно в колоду. И пусть это будет ракета отсюда. Да, я могу обратно сюда ракету замешать. Теперь у меня шансы 50 на 50, что мне попадется нужная карта. Давайте попробуем. Я вот так вот совсем-совсем не глядя. Ничего не запоминаю. Не знаю, что там было. И мне не повезло. Мне не повезло. Но ничего страшного. Потому что, смотрите. У нас две ракеты есть. Причем одного цвета. Нам, в принципе, уже это не важно. Мы их сбрасываем. И мы можем в нужной нам колоде поискать нужную карту. Она нам нужная. И теперь уже все. Теперь мы точно выиграли. Мы сбрасываем ракету, туманность, звезду и планету для того, чтобы пропутешествовать в нашу последнюю галактику. И мы выиграли эту партию. Вот так. Вот так. Если вам показалось, что это слишком просто, а это, на мой взгляд, достаточно просто, я выигрываю в базовую версию игры в большинстве случаев, вам можно предложить использовать одно из четырех дополнений, которые идут в этой игре. И я вам сейчас вкратце, я не буду, наверное, демонстрировать прямо партии от начала до конца. Я вам вкратце сейчас расскажу, как играют все дополнения. То есть базовые механики работают точно так же. Итак, первое дополнение называется Black Holes and Revelations. Здесь желательно включить какой-нибудь саундтрек от группы Muse. Здесь мы должны использовать восемь карт, которые называются «Черная дыра». Художница, которая работает с автором игры, постаралась, видите, нарисовала черную дыру в виде такой черной картины. Это мне понравилось. Идея интересная. Итак, и эти карты, они тоже имеют разные рубашки. И эти рубашки соответствуют нашим колодам. По одной черной дыре на каждую колоду мы должны их добавить в соответствующие колоды. Одну в колоду планеты, одну в колоду бета, альфа, ракета, туманность, звезда, гамма и дельта. И, естественно, каждую колоду мы теперь должны хорошенько перемешать. Открыть верхнюю карту. Удивительный расклад. Почему? Потому что теперь в этом дополнении у вас появляется еще одно действие. То есть вы помните, у нас есть одно действие «Путешествие», да, когда мы путешествуем в одну из наших галактик. Второе действие – это «Координация», когда мы можем сбросить две карты и совершить соответствующее действие. И теперь появился третий вариант. Это вариант называется по-английски «Траверс». Ну, «Траверс» – какое-то перемещение. Здесь, скорее всего, имеется в виду, что мы можем использовать наши черные дыры. А черные дыры, как вы понимаете, они нам мешают в игре. Мы с ними ничего не можем сделать. Мы не можем там скинуть две или так далее. Хотя нет, ну, скинуть карты мы, естественно, можем. Замешать обратно в колоду там с помощью нужных нам действий, например. Здесь, правда, у нас ничего не получится. Вот это действие «Траверс» для нас единственное, потому что все остальные карты у нас разные. Но само действие «Траверс» звучит следующим образом. Вы можете сбросить четыре карты. То есть вы должны подгадать таким образом, что у вас именно четыре карты оказались сверху. И, ну, это круто, что прямо сразу так получилось. И вот когда вы сбрасываете четыре карты, вы можете пропутешествовать сразу в три любые галактики на ваше усмотрение. Вам кажется, это легко, но это не совсем так. Потому что в коробке с игрой идут дополнительные галактики, по две дополнительные галактики каждого цвета. И когда вы подготавливаетесь к игре с этим дополнением, да, Black Holes and Revelations, вы должны замешать туда пять случайных дополнительных галактик. То есть вы перемешиваете дополнительные галактики, Advanced называется. Два, три, четыре, пять галактик берете, остальные отправляете обратно в колоду. И теперь вам нужно будет пропутешествовать уже в две альфы. Не в две альфы, две беты, две гаммы и две дельты. А в три дельты, в четыре беты, в три альфы и в три гаммы. Да, поэтому вот сейчас, например, я вот сбрасываю четыре карты, они вот так вот. А, их можно сбрасывать прямо куда-то в сторону, потому что их нельзя обратно вернуть. И вот вы их сбрасываете, и сразу от трёх каких-то галактик можете избавляться. Хорошо, конечно, когда вот эти вещи, четыре карты, вам открываются там ближе к середине, к концу игры. Потому что вы уже видите, каких карт у вас больше сброшено. Да, и тогда вы можете примерно ориентироваться, какие вам галактики выгоднее всего сбросить. Ну вот у меня в начале игры такое произошло. Я чувствую, что мне, конечно, выгоднее избавиться вот от двух, ну хотя бы от одной вот этой вот галактики бета, потому что их слишком много. Да, вот я две, например, могу отсюда и какую-нибудь любую другую, ну в зависимости от того, какие у меня тут карты выложены, например. Вот так работает это дополнение. Следующее дополнение называется «Теории и прорывы». Для этого дополнения нам надо убрать обратно все карты чёрными дырами, чтобы они нам не мешались. В этом дополнении нам понадобятся вот эти жетоны. Жетоны разбиты на два типа. Это «Теории» и «Прорывы». «Теории» обозначены вот таким добросительным знаком, «Прорывы» вот таким восклицательным знаком. «Жетоны» «Теории» нам нужны все. Мы их перемешиваем и открываем верхнюю. Жетоны прорывов мы тоже перемешиваем и берём один. Остальные отправляются обратно в колоду. То есть прорыв у нас будет только один, какой-то там технологический, да. А вот эти «Теории» мы должны будем доказать все. И теперь мы выиграем в этой игре так же, как и в предыдущих версиях, когда мы отправимся во все галактики. Но ещё мы будем должны доказать все четыре теории. А теории достаточно простые. Мы открываем, когда мы открываем наши карты, вообще, в принципе, в процессе игры. Мы теперь должны будем внимательнее вглядываться в наш телескоп, в нашей вот этой обсерватории, для того, чтобы по очереди избавиться вот от этих теорий, доказать их. Например, первая теория от нас требует доказать три ракеты. У нас две ракеты уже есть. И нам нужно теперь играть таким образом, чтобы в какой-то момент игры у нас в нашей вот этой обсерватории вверху, лицом вверх, оказалось три ракеты. В этом случае, если такое произойдёт, например, давайте вот такая история. Вот у нас три ракеты. Раз, два, три. Неважно, они разных цветов или нет, из разных галактик и так далее. Мы, не сбрасывая никаких карт, просто избавляемся от одного жетона теории. Просто отправляем его в сброс и открываем следующий верхний. И эти теории мы должны доказывать по порядку. Вот как они у нас открываются, так мы их и доказываем. Это усложняет игру. Мало того, ещё одно усложнение заключается в том, что мы снова должны в наши вот эти галактики добавить одну случайную дополнительную. То есть мы берём случайную карту. Вот снова у нас галактика бета. Всего на одну карту. Больше всего на одну галактику нам нужно слетать. Поэтому усложнение в данном случае небольшое, но оно есть. И есть одно упрощение. Это специальный вот этот вот прорыв, который будет действовать в течение всей игры. И их там всего четыре. Вот нам попался вот такой. А там может быть ещё вот этот, вот этот или вот этот. И опять же, они соответствуют определённому типу карт. Тот, который нам попался, означает, что теперь мы в резерв можем отправлять карты из разных галактик. Помните, я вам говорил, что вы в резерв можете отправлять карты только одной галактики. Теперь из разных галактик можно собирать карты в резерв. Звёзды. Обычно звёзды нам позволяют перемешать карты. Одну из этих карт положить наверх колоды, другую карту под низ колоды. Теперь мы можем обе карты положить либо наверх, либо вниз. Туманности. Раньше они нам позволяли из сброса замешивать карты в колоду. Теперь мы можем карты из сброса не замешивать, а класть наверх. Если вы две карты таким образом возвращаете, то вы можете прямо сразу две карты положить наверх в любом порядке. Ну а вот этот прорыв, связанный с ракетами. И раньше мы должны сбросить две ракеты, чтобы выбрать любую карту и положить её наверх колоды. Теперь вот эти две ракеты, которые мы сбрасываем, одну из этих сброшенных карт мы можем вместо того, чтобы сбрасывать их, вернуть обратно в колоду, положить её под низ колоды. Ну, например, вот мы сбрасываем две ракеты. Мы находим нужную нам карту. Здесь, например, нам нужна была, например, вот такая вот карта. И одну из этих двух карт мы можем обратно вернуть в колоду. Вот так, под низ. Ну и всё. Вы выигрываете, если вы снова путешествуете сюда. Проигрываете в том случае, если вы не можете совершить ни одного действия. И вы также должны в конце игры сделать так, чтобы все ваши три теории, четыре теории были доказаны. То есть вы должны следить за вашей обсерваторией. И, например, в следующий раз, когда здесь окажутся три планеты. Давайте попробуем. О, получилось. Да. Вот я заметил три планеты. Раз, два, три. Просто в этот момент я совершаю вот такое действие, открывая следующую теорию. И всё хорошо. Это может показаться просто на первый взгляд, но зачастую это вас заставляет просто, например, в каких-то определенных ситуациях, вот вам нужно искать три звезды, карта осталась мало. И в какой-то момент игры вам приходится менять свои планы для того, чтобы вот найти эти нужные три звезды. Так работает дополнение теории и прорывы. Следующее дополнение называется зеркала и орбиты. И оно, на мой взгляд, очень интересное. Работает следующим образом. Снова вы должны будете добавить одну случайную карту. Ну, пусть это снова будет вот это. Но теперь эти галактики... Так, давайте уберём наши теории и прорывы. Теперь эти галактики вы выкладываете не как обычно, а случайным образом в две колонки. И теперь вы должны будете путешествовать в эти галактики в строго определенном порядке. Только в те галактики, которые для вас сейчас доступны. А доступны вам только нижние. То есть, в данном случае, вот это фиолетовая бета, да, и вот это дельта оранжевая. Пока вы сюда не пропутешествуете, вы не можете путешествовать сюда, ну и так далее. Мало того, в каждую из наших стопок добавляется по одной вот такой карте зеркал. Это зеркала. И мы в каждую стопку соответствующую добавляем по одной карте. Естественно, у нас замешиваются все колоды. И теперь карты зеркал, которые находятся сверху наших колод, они работают как любая другая карта, но другого типа. Что имеется в виду? То есть, вы можете использовать вот это вот действие координации с помощью карт зеркал. Например, мне нужно две звезды. Одна звезда уже есть, а второй звездой может выступать либо вот это зеркало, либо вот это. То есть, я сбрасываю вот эту звезду и вот эту звезду. Теперь это звезда. Единственное, они считаются звездами из разных галактик, поэтому совершать вот это большое действие, это двойное, нельзя. Но вот одинарное действие мы можем совершить. То есть, мы можем взять какую-то колоду, перемешать ее, посмотреть две карты. Одну положить наверх, другую вниз. Вот так это, собственно говоря, и работает. И, как я сказал, галактики мы должны открывать по порядку. Проигрываете вы, опять же, в том случае, если в очередной ваш ход вы не можете совершить ни одного действия. Да, у вас нет ни одного доступного действия. Либо вы выигрываете в том случае, если путешествуете во все галактики, которые необходимы. Ну и последнее дополнение, наверное, самое эпичное. Для этого нам понадобится снова одна дополнительная галактика. Пусть это снова выступает бета. В данном случае нам уже не нужно их в случайном порядке раскладывать. Мы их раскладываем по обычным правилам. Вот у нас получаются две галактики альфа, три галактики бета, две галактики гамма и две галактики дельта. Сюда мы должны пропутешествовать. Я все немножко смещаю вправо, потому что нам сейчас понадобится маленькое игровое поле дополнительное. Так, эти все карты, естественно, зеркалами мы убираем. Они нам не понадобятся. И вот оно, наше игровое поле. Его можно положить вертикально или горизонтально. Я положу вертикально, чтобы все это влезло на камеру. Здесь нам понадобится вот этот наш миплик, такой, который присутствует во всех играх этой серии Universe. Это главный злодей. В данном случае это Сизое Солнце. И мы ставим его на стартовую позицию вот здесь. Кроме того, нам потребуются вот эти жетоны метеоритов. Мы их размещаем на вот такие вот клеточки здесь, на маршруте следования этого Сизого Солнца. Метеориты будут нам помогать. И правила в игре остаются прежними. Мы должны пропутешествовать. Мы можем совершать наши вот эти вот действия координации. Но добавляется следующее. Каждый раз, когда вы совершаете путешествие, наше Сизое Солнце переходит на раз, два, три, четыре клетки. Когда мы совершаем двойное действие, когда мы сбрасываем две одинаковые карты, например, планета и планета, и отправляем там в наш резерв две карты, наше Сизое Солнце движется на две клетки вперед. Раз, два. Когда мы совершаем малое действие, когда мы сбрасываем, например, две карты из разных галактик, например, вот туманность и туманность, то Солнце движется на одну клетку вперед. И если вот это Сизое Солнце доберется до своей конечной цели, то мы проиграем в этой игре автоматически сразу же. Но вот эти метеориты нам будут помогать. Чтобы раздобыть эти метеориты, нам нужно заставить наше Солнце, вот это, двигаться назад. Чтобы заставить его двигаться назад, мы можем совершать вот эти наши действия координацией, но не использовать их эффект. То есть вот я могу сбросить вот эту туманность и вот эту туманность, но ничего нигде из сброса обратно не замешивать. Вместо этого, когда вы совершаете малое вот это действие с разными типами карт, вы можете Солнце отправить на четыре клетки назад. Раз, два, три. Вот в тупичке можно остановиться, и я забираю себе один жетон метеорита. Если же я совершаю большое действие, да, одинаковые карты, да, вот сбрасываю здесь планету и планету такого же цвета, то я могу передвинуться назад аж на 8 клеток. То есть находясь здесь, я мог бы вот этот метеорит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, забрал бы себе вот этот метеорит. И теперь, в любой момент игры, имея на руках два метеорита, я могу от них избавиться, сбросить их и с помощью них посетить. То есть как бы оседлать метеорит, да, метеор, оседлать метеор и прилететь в какую-нибудь галактику. То есть я сбрасываю две любые, два любых метеора и летаю вот сюда. Все. Вот так работает это интересное дополнение. И самое главное, что все четыре дополнения можно смешать между собой. Я еще ни разу не пробовал так делать. Наверное, мозг поломается в какой-то момент. Но это вполне реально. Есть видео в интернете, я видел, люди играют. И все это вполне, вполне реально. В этом случае вы замешиваете все вот эти дополнительные галактики сюда. И причем, поскольку вы же играете со всеми дополнениями, включая дополнение зеркалами, поэтому вы должны будете перемешать все эти галактики. И опять же в две стопки случайным образом их вот так вот разложить. И путешествовать в эти галактики по порядку. То есть в те галактики, которые для вас доступны. Сначала сюда, потом... Ну, можете сначала сюда взлетать, потом сюда. Ну, вы поняли. Вот так играется эта игра. Обязательно как-нибудь, я думаю, может быть, по своей привычке, я в мае месяце, когда буду отмечать очередной день рождения своего канала, сыграю с дополнениями. Покажу вам, как это играется. Мне игра показалась... Да, слушайте, забыл очень важную вещь вам рассказать. Если вам кажется игра слишком сложной, вы всегда можете использовать вот эти вот жетоны падающих звезд. Их здесь много, но их здесь много скорее из-за того, что вы теоретически можете и вдвоем играть. А так, в принципе, вы можете хоть одну, хоть две, хоть три, ну, четыре, это уже, наверное, чересчур, на мой взгляд, слишком просто будет. Добавить вот эти жетоны в игру. Как они работают? Если вам нужно... Сейчас я просимулирую такую ситуацию. Если вам нужно пропутешествовать в какую-нибудь галактику, и вам не хватает всего одной карты, давайте как-нибудь... Вот так, например, сделаем. Да? Вот у вас есть черная звезда, туманность и планета. Не хватает только ракеты. Вы можете сбросить звезду, туманность и планету, и один жетон падающей звезды, и тогда только с тремя картами вы можете пропутешествовать в нужную вам галактику. Вот так работают эти звезды. Они облегчают. Я стараюсь играть без них. Ну, то есть, в какой-то момент игры, когда вы проигрываете, вы можете себя успокоить тем, что, ну, вот была бы у меня звезда, я бы, наверное, сейчас выиграл. А так, конечно, я стараюсь добиться победы без использования вот этих вот дополнительных звезд. Но это неплохой такой шаг со стороны автора этой игры. То есть, вы можете очень гибко настраивать сложности этой игры. Можете начинать там с двумя звездами, например. Чувствуете, что вам слишком легко. Убрали одну звезду, выиграли так, снова легко, убрали и последнюю, и уже играете без звезд падающих. Вот, на мой взгляд, неплохо. В целом, у меня очень положительные впечатления от этой игры. Мне кажется, что из всей коллекции игр серии «Ониверс» эта игра больше всего напоминает какой-то такой классический карточный пассианс. Не то, чтобы я был большим фанатом карточных классических пассиансов, просто есть какой-то вот такой витает, такой интересный дух, где простое и гениальное где-то вот ходит рядом. Я не могу сказать, что это прям гениальная игра, но она играется очень плавно. Никаких больших претензий к этой игре у меня нет. Я слышал, что кому-то не нравится, что вы слишком много всего перемешиваете. Я бы не сказал, что здесь много всего перемешивать надо. Например, в игре «Онирим», которая там единственная претензия к этой замечательной игре в том, что постоянно приходится перемешивать колоду, там колода прям большая, ее надо много перемешивать. Здесь колодки маленькие, их быстренько раз-раз-раз перемешал, ничего такого сложного и утомительного в этом нет. К оформлению, как всегда, на вкус и цвет товарищей нет. Для меня это не самая сильная сторона этих игр, я не могу никак принять вот такое оформление. Но, опять же, вкус у всех разный, в целом это абстрактная игра, и абстрактные рисунки для такой игры вполне себе приемлемый вариант. Дополнений, как видите, немного, они значительно разнообразят игру. Играть без дополнений спустя какое-то время вам, наверное, покажется слишком скучно, потому что игра покажется слишком простой. Поэтому дополнения здесь очень даже в тему, их можно комбинировать. И в целом, в целом, мне показалась игра очень хорошая. Поэтому, если вам интересны эти игры, я вам настоятельно рекомендую попробовать. На этом у меня сегодня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, канал Пассиан Шоу. Играйте в настольные игры. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!